Рак Забегу вперед. Я вам расскажу, каким образом будет строиться лекция. А это надо объяснить, что такое андрооны, что такое ионы и что такое вообще рак. И как мы с ним боремся. Вот, щелкается, да? Что же такое рак? Рак это некоторая группа клеток, которая начинает себя вести не так, как должна. Есть определенные механизмы организма, которые устраняют те клеточки, которые ведут себя не так. То есть начинается бесконтрольное деление. Но в силу каких-то причин этого не происходит. И у нас начинается развитие патологии. То есть которую мы, в принципе, и называем онкологией. Масштабы в стране онкологии на самом деле катастрофичны. Более 1% населения больны раком. В нашей стране регистрируются приблизительно 50 тысяч новых случаев онкологических заболеваний ежегодно. Всего на учете около 2,5 миллионов с разными формами. И этот прирост идет в среднем по 15% в год. Такие же приросты имеют, в принципе, страны Африки и Азии. То есть пресловутые страны третьего мира. И сегодня по данным болезням мы имеем такую же ситуацию. Методы борьбы с раком. Есть огромное количество вообще способов, как это сделать. Первое – это удаление опухоли. Это является хирургическим вмешательством. Когда саму опухоль и близлежащие ткани, в которых могут находиться раковые клетки, удаляют хирургические. Химиотерапия подавляет возможность роста данных клеток. То есть вводятся определенные препараты, которые на молекулярном уровне воздействуют на эти клеточки, которые ведут себя патологически. Но проблема данной технологии является, я не рассказал, проблема хирургической. Хирургически мы не можем гарантировать, что мы удалили все. То есть возможный последующий рецидив возможен. При этом, если размеры этой опухоли разрослись, то есть произошло метастазирование, хирургически удалить это невозможно. Поэтому этот метод можно применять при определенных ситуациях, как и все остальные, которые будут перечислены. Они, соответственно, очень избирательны. Теперь вот химиотерапия. Но химиотерапия, она же вводится в ваш организм. И эти токсины, которые воздействуют на раковые клетки, этот же токсин, он не знает, кто рак, а кто не рак. То есть и в целом воздействие на организм идет губительно. И может привести, на самом деле, к тяжелым последствиям и побочным эффектам. Далее. Это радиотерапия. Мы как раз-таки сегодня рассмотрим одно из подразделений, одно из направлений именно радиотерапии. Каким образом? Вот предыдущий лектор Роман рассказал о том, как убиваются бактерии. То есть проводится радиационная стерилизация. На самом деле мы здесь делаем то же самое. Только делаем это с онкологическими клетками. Мы воздействуем на них ионизирующим излучением, и они погибают. Какие тут же плюсы и минусы? Если мы облучаем воздействие ионизирующего излучения, оно как свет, ну немножко дальше тоже расскажу. Мы не можем в целом его сфокусировать. То есть вы видите, как светит лампочка, да? И она будет просвечивать на все. Это при использовании гамма-излучения. И мы можем повреждать соседние структуры, которые будут радиочувствительны много больше, чем онкологические заболевания. Мы можем иметь кожаные реакции. Мы, в принципе, в некой форме будем иметь лучевую болезнь у пациента. И мы же, правильно, мы же должны излечить, и последствия лечения должно быть намного лучше, нежели чем его жизнь с раком дальше. То есть мы не можем убить рак таким образом, чтобы пациент и качество его жизни после данного лечения было много хуже, чем до. То есть это понятно. И все эти методы являются тонкой гранью и тонким балансом, между которым приходится лавировать. Есть такой метод, как фотодинамическая терапия. Вводится определенный препарат, чувствительный к определенной длине света. Им воздействуют. И в этом препарате вырабатываются под действием, допустим, ультрафиолетового излучения. И мы получаем внутри этой опухоли определенные токсины, которые вырабатываются, появляются при воздействии излучения. Понятно? Вот. Да, они, соответственно, вызывают токсин. То есть мы химически разрушаем, получаем какие-то токсины, которые убивают эти клетки, соответственно. Гормональная терапия. Несколько видов рака, да, допустим, рак молочной железы, очень чувствительны к эстрогену. И чем выше уровень данного эстрогена, тем быстрее развивается эта опухоль. Поэтому применяется гормональная терапия. Как отдельная терапия, она не применяется, потому что гормоны не способны убивать ваш рак. Ну, не ваш, а рак пациента, соответственно. Поэтому это метод иммунотерапии. На самом деле наш иммунитет знает, что что-то не так. Что-то пошло не так. Но справиться с этим в связи с какими-то особенностями он не может. Соседние клеточки говорят о том, что нам тесно, кто-то очень сильно двигается. Вообще все клетки между собой на самом деле общаются. Вот так как вы слышите меня, так же клетки между собой передают информацию. Только не посредством звуковой волны, да, как вот сейчас, а посредством химических агентов различных. И между собой они таким образом сосуществуют. Но когда ваш сосед начинает огромнейшее строительство, да, на вашем участке, огромно разрастается, вы говорите, сосед, да, перестанет это делать, но он не слышит. Вот в этом как бы и основная причина. И мы подключаем к этот момент, да, иммунную систему, которая начинает бороться с этими клетками. То есть пытаемся предотвратить те самые механизмы, которые не сработали до появления болезни. Хотя они должны были быть, сработать. Вот, и при этой атаке, так же иммунной системы на раковые клетки, они становятся более чувствительны для другого способа лечения. То есть мы можем помогать. Комбинированное лечение. То есть это, в принципе, оно и всегда используется, да. То есть мы применяем разные методы с различными вкладами. Начинаем использовать для лечения онкологии. Ну и, наверное, стоит отметить такой момент, что бывает такая ситуация, когда пациент находится уже в терминальной стадии. Ну, то есть когда ни один из методов не способен ему помочь. Или последствия лечения будут много хуже, нежели чем, да, дальнейшее существование. Поэтому это не совсем лечение, но один из способов уменьшить, так сказать, страдания человека, это применение психотропных веществ в терминальной стадии. Наверное, я рассказал сейчас вам, ну, что такое онкология и некоторые способы болезни. Мы сейчас, несколько способов лечения. Мы сейчас рассмотрим радиотерапию. И рассмотрим те механизмы, которые на самом деле используются. То есть, в принципе, что такое радиация. Мы сейчас будем говорить об этом. Один из первых вообще явлений радиоактивности и вообще само понятие радиации, да, это было замечено как рентгеновское гамма-излучение. Рентгеновское излучение это... Тут вот есть указка, да. Я вот вывел здесь некоторую шкалу, чтобы было понятно, да, и видимый свет. Это некоторая форма того света, который вы сейчас видите. Вот, которая отражается от этого экрана, вы его видите. На самом деле гамма-излучение это тоже самое, только имеет другую длину волны. Как вы настраиваете свой приемник, когда вы его слушаете, да, там на разную длину волны, и вы ловите совершенно разную информацию. Вот здесь совершенно то же самое. Это отличается от нашего видимого света только длиной волны. В связи с тем, что длина волны намного меньше, то есть это излучение может проникать сквозь атомы, сквозь решетку. То есть у нас же имеется решетка кристалличная, ну мы состоим, да, то есть у нас же молекулы мы не набиты полностью. На самом деле большее пространство занимает пустота, то есть даже в вашем организме. И сквозь эту пустоту эти волны могут попадать. Вот звуковые не могут, да, или световые, поэтому мы их видим, потому что они не попадают в эту пустоту, а отражаются от нее, из-за того, что все-таки там не совсем пустота. А радиорентгеновские, они проникают, но проникают в связи с тем, что они насквозь. А объект нашего, то, что мы вообще хотим поразить, это же излучение не знает, когда ему остановиться. Да, то есть если мы проникаем в объект, но оно простреливает насквозь. Вот. Дальше. Нейтроны. Что такое нейтрон? Нейтрон – это одна из элементарных частиц, из которого состоит ядро. Это нейтроны, протоны и электроны. Вот. Нейтрон – это нейтрально заряженная частица. Вот. И также она используется для лечения. Дальше. Электроны. Вообще хочу добавить, гамма, рентгеновская и электроны – основной метод радиотерапии сегодня. То есть применение видов этого излучения является основополагающим. В связи с их простотой и дешевизной. То есть нет ничего проще купить источник и им облучать. Да? То есть это излучение. Вот. Для источника нейтронов нам уже требуется ядерная реакция, при котором вылетают эти нейтроны. Это либо некоторые изотопы Калифорния, либо это некоторый реактор. И так как они не заряженные нейтроны, с ними трудно работать в плане фокусировки их. То есть когда частицы заряжены, мы можем их фокусировать. Когда нет, этого не происходит. Вот представлен здесь электрон. И вот у него есть некоторые минусы с глубиной проникновения. Почему? Вот в предыдущей лекции говорилось облучение электронами поверхности семян. Потому что электроны не могут дальше погружаться. И при низкой энергии мы не можем их углубить дальше. Для этого уже применяют тормозное излучение. И на пути электронов ставят некоторую мишень, которая уже сама по себе начинает излучать под действием этих электронов. Это называется тормозное излучение. Но оно такое же имеет природу. Не природу, а физически оно такое же, как гамма и рентген излучение. Это та же самая электромагнитная волна. И применяются также тяжелые заряженные частицы. Это такие, как протоны, альфа-частицы, ядра углерода. Сегодня можно назвать эту ядро углерода, наверное, находится на стадии экспериментальных методов лечения. Но дает очень положительные результаты. И мы об этом дальше поговорим с вами. Разобрались. Теперь разберемся, что же такое поглощенная доза. Мы опять же слышали грей, килогрей. А что это такое? Вообще в системе Си грей это джоуль, деленный на килограмм. То есть количество переданной энергии на один килограмм. Давайте размыслим, что такое джоуль. Я сейчас возьму один килограмм и подниму его на один метр. Я затрачу энергии ровно в один джоуль. И вот это количество энергии, если мы разнесем на килограмм, это не надо принимать буквально. То есть вот это и будет грейм являться. То есть это можно назвать как некое количество энергии переданной. Также применяется такое понятие, как толерантная доза. Если у нас для убийства клеток опухоль у нас большого размера, мы не можем ее убить разом. Потому что человек не выдержит этот шок. Представляете, там размер полулитровый, там 50 сантиметров кубических. И вы вносите в организм такое количество мертвых клеток. Организм не способен справлять, поэтому это делается поэтапно. И вот это этапность этих доз и называют толерантно. Здесь вот представлены определения, я немного говорю, чтобы это было максимально понятно. И вот некоторые толерантные дозы, в плане органа, это локализация, где обнаружена опухоль, а не воздействие на сам головной мозг. То есть надо понимать, что это толерантная доза на опухоль, находящуюся в голове. Они отличаются по своей чувствительности. То есть можно посчитать количество этих фракций. Если мы даем 60 грей, по 2 грея, то у нас получается 30 фракций. Это если на головной мозг, и мы 30 дней в течение 5 дней, то есть 6 недель, проходит курс радиотерапии. Также применяется, если это локализации маленькие, мы можем давать более высокие разовые дозы. Потому что организм способен справляться с такой нагрузкой. Вот. Самое, можно сказать, то, к чему мы вообще шли, это то, как распространяется эта поглощенная доза внутри объектов от разного качества излучения. То есть гамма-лучи, смотрите, они ослабеваются. У нас здесь по одной оси глубина, и некоторая относительная доза в 100%. Да? Вот смотрите, гамма-излучение. Оно ослабевается, теряет свою энергию. То есть она же все равно куда-то соударяется, куда-то попадает. Это невозможно по-другому. Быстрые нейтроны имеют чуть-чуть другую кривую. Электроны, смотрите, да? И то есть они на 5 сантиметрах уже погибают. Да, мы можем дать больше энергию, допустим, электронов. Но после 10 мэв у нас начинается так называемая активация. То есть она способна вызывать реакции, которые уже будут активировать сами ядра. И протоны. Смотрите, какой интересный вообще график. То есть в момент входа пучка в объект он теряет энергии меньше, чем потом. То есть таким образом мы можем фокусировать это излучение. Оно имеет заряд положительной протоны. И после нет ничего. Мы не имеем дозы. Почему это так важно? Есть такие структуры, которые очень чувствительны к радиации. Допустим, это хрусталик глаза. Да, или какие-то нервные структуры в мозгу. Если мы их облучим, пациент может потерять зрение, допустим. То есть мы должны заботиться о том, чтобы качество жизни было лучше, чем до этой болезни. Это надо самая основная цель. Не навредить. Здесь углерод. У нас же тема адроны и ионы. То есть мы говорим про протоны и про ядра углерода непосредственно. Углерод ведет себя точно так же. Вот эта штучка, она имеет название в честь ученого его открывшего и называется пикбрега. Все заряженные частицы при распространении, в принципе, имеют вот такую хривую. Это связано с некоторыми физическими особенностями пролета. Когда частичка пролетает, она, как мы вообще лечим, то есть радиация, она разрушает нашу ДНК. При разрушении ДНК клетка уже не способна что-либо сделать. То есть у нас неправильно начинают вырабатываться белки. То есть наш код нарушен. Вы когда-нибудь видели синий экран смерти? Это значит, что ваш код на компьютере исполняется неправильно. Вот исполнение этого кода происходит точно так же в клетке. Да, она выдает нам синий экран смерти. Вот. И опять же это вот глубинное распределение. И представьте, мы дозу, вот то есть для нас важно, да, вот эти толерантные дозы, которые, помните, да, там 60-40 какие-то цифры, но порядки, понимание. Глубину проникновения, у нас же опухоль не всегда в одном месте находится, то есть и глубину этого проникновения мы регулируем энергией входящего пучка. То есть мы вот здесь видим, где же эта выгрузка происходит в зависимости от энергии. Вот этот самый пик максимальной дозы. Так, вот здесь графически, на самом деле, очень хорошо представлено. Вот это гамма-излучение, ну, фотонного, да, и вот это протонного. При этом вход пучка, вход частиц идет с моей стороны. То есть одно, где я нахожусь. И дозы, видите, то есть мы здесь можем дать какую-то область так называемого перегрева, то есть большой дозы, а здесь у нас нет ее. То есть, допустим, если эта структура находится возле глазного нерва, да, там, ну, это вот с головой, это с головным мозгом, критично. Да и для многих других структур. Здесь мы видим некоторые профили этого пучка, это углеродный пучок. Вот, сегодня исследуются эти пучки на базе протвино и непосредственно хотят использовать впервые в России этот углеродный пучок для пациентов. Вот, и это некоторые профили, то есть понимание того, что вот этот пучок, смотрите, он зашел, но не прошел дальше. То есть визуально этот пик выглядит таким образом. То есть и дозовые распределения, вот здесь видно, да, то есть чем ближе к красному, тем сильнее доза. Или вот отсюда, да, вот этот некоторый прострел мы имеем. В этом и суть, и польза данной технологии при лечении. Мы можем четко попадать с дозы туда, куда нужно. Не просто... верни, пожалуйста, Надежда. Вот, то есть мы можем не облучать эти структуры. И пациент не получает дополнительных дозовых нагрузок. Вот. Здесь мы видим некоторое распределение, да, такая одна из характеристик. Это соотношение доза к объему, да. И что качество, да, излучение мы получили на каком-то средстве, измеряем там томограмма, ПЭТ-исследование. И определили, где же у нас находится локализация. Она находится вот здесь, допустим. И нам это место, да, этот объем нужно заполнить определенной дозой. И вот соотношение этой дозы к соотношению к остальным критическим структурам, да, вот выглядит в виде этой гистограммы. И по протонному пучку мы даем максимальную дозовую напряженность вот в этом объеме и минимальная во всем остальном. Ну, тоже такие же рисунки. Это, соответственно, дозовые распределения протонов, пучков. Здесь мы видим вообще, на самом деле, очень большой объем опухоля. Это опухоль приблизительно 500 сантиметров кубических. И мы не можем разово ее проличить. То есть это 30 фракций по 2 грей. Это самая называемая толерантная доза. Вот. И мы можем увидеть вот здесь, вот тут. Видите, нет прострела этого излучения. Оно не идет дальше. Следующий аспект. Очень весьма интересный, связан с самим излучением. Оказывается, важна не только сама доза, но чем мы ее дали. То есть, если мы... Это называется так называемая ОБ, или биологическая эффективность излучения. И распределение... Вот мы на графике сейчас. Это способность проникновения в объект. То есть, как глубоко мы можем проходить. И геологическая эффективность. То есть, если мы воздействуем гамма-излучением 1 грей, и получаем эффект, что 5 клеток умерло. Ионами углерода нам нужно дать в 3 раза меньше, для того, чтобы 5 клеток погибло. И тем самым мы, опять же, можем уменьшать эти некоторые дозовые нагрузки. Плюс, это очень эффективно при радиорезистентных опухолях. Когда ткань... Понимаете, все очень весьма относительно. Что значит радиорезистентная опухоль? Это значит, что ей для того, чтобы погибнуть, нужно намного больше доза, нежели чем всем окружающим. Все окружающие более чувствительны. Раковая опухоль намного сильнее и устойчивее к радиации. Поэтому тем самым пиком брега, который дозовое распределение, мы можем окружающим тканям дать дозу, при которых они будут чувствовать себя в некой форме комфортно. Но убить опухоль. Это фотография облинского синхротрона, который сейчас уже работает. И это, в принципе, первый в России клинический ускоритель протонов, который лечит уже пациентов. Некоторое устройство, да, здесь источник водорода, он разгоняется и бьет... То есть водород состоит у нас из протона и электрона. То есть электроны у него отбирают, разгоняют, и получаются те кривульки, которые я до этого показывал. Вот. В чем вообще некий русский подход сегодня, да, то есть какова ситуация в России с этим? На самом деле в России этим уже занимаются давно, но результат мы получили, в принципе, только вот совершенно недавно. Связано это с тем, что все эти ускорители, на которых вообще делали какое-то протонное лечение, они были физическими. Когда физики в большинстве своем окончательно устранили голод своего исследования, они начали думать, куда же его можно применить дальше. Ну и пошли в медицинские цели. Вот. Поэтому эти огромные ускорители, вот в Троицке, допустим, применяются, там ускоритель для исследований, и также они пытаются посадить пациента, чтобы вы понимали... Позволь назад. Спасибо. Вот этот ускоритель самый маленький, 5 метров кольцо в диаметре. Там в Троицке линейный ускоритель длиной полкилометра. То есть, понимаете масштабы? Он работает для наработки изотопов, и это физическая установка. Час ее работы только по электроэнергии много больше, чем год работы этой установки. Да, то есть, поэтому это находилось все не на стадии именно потоков. Это иностранный подход. Некоторая фотография, так называют, гантри-система. Представьте, да, вот у нас пучок идет, и он, я вот вам показывал, да, рисунки, как там стрелочки входят, синенькие, красненькие. Это с боков, да, ну с некоторой позиции. И есть иностранный подход к этому вопросу. Они крутят пучок вокруг пациента. Вот эта многотонная машина, которая на самом деле в большинстве своем весьма сложна в эксплуатации, потому что мы предыдущие, да, видели ускоритель, там какое-то количество магнитов, и они всегда находятся в стационарном положении. То есть, мы можем настроить напряженность поля, которое будет удерживать эту частицу. Чтобы вы поняли, как ядро крутить, да, видели там, молот метают на Олимпиаде, я думаю, все смотрели. И вот там этого человека вращает. Вот это и есть та самая сила, которая удерживает эти частицы. И она всегда стационарна. Здесь же мы вращаем ее. И этот подход является очень дорогим. В России поступили по-другому. Они вращают пациента вокруг пучка. То есть, это... Да, да, это на самом деле вся гениальность от бедности. То есть, мы, может быть, тоже такую бы штуку сделали. Смотрите, какая она интересная. Мне, как для инженера, невероятно было бы интересно иметь такую штуку. Да, то есть, для объекта удовлетворения собственных интересов. Но, увы. Увы, все от бедности. И мы теперь вращаем максимум 200-килограммового пациента в этом пучке. С этим есть некоторые проблемы, на самом деле. Потому что при определении опухоли томограмма работает, пациент горизонтально ложится, горизонтально, и делается это, так сказать, облучение. Ну, диагностика. Потом, этот вот, на данный момент, как сегодня в Обнинске, да, это реализовано, можно сказать, что это готовый проект, который, ну, требует некоторых, конечно, доработок, но он уже идет и работает. Там пациент сидит, сидя. Да, ну, находится в сидячем положении, сидит. Вот вы можете на себя наклеить какой-нибудь маркер, да, ну, относительно вашей рубашки, лечь и встать. И я вас уверяю, что относительно вашего тела все это двигается. Также и внутри вашего организма тоже все двигается, в зависимости от вашего положения. И с тем учетом, что мы будем давать определенные дозы, зная, что наша структура сдвинулась, мы не можем. Поэтому сегодня мы ограничены только теми структурами, которые не смещаются в зависимости от горизонтального или вертикального положения пациента. Но избавились от этого. Этот проект по углеродному, по использованию углерода, и тоже надо понимать, какой это динозавр. Вот этот углерод имеет, я вам показывал некоторые преимущества относительно протонов. То есть у него есть этот пресловутый пик, но его клетки боятся намного больше, чем протонов. То есть их нужно меньше, чтобы их убить. И сегодня развивается проект в городе Протвино. Это также проект невозможен на серийное производство, а возможно только на стадии каких-то клинических испытаний. Это знаменитое кольцо, которое когда-то, давным-давно, было самым высокоэнергетическим ускорителем мира. Это было недолго, но было. И он дает 70 гигаэлектронов вольт по протонам. Это на протонном пучке, чтобы прошить человека, грубо говоря, достаточно будет 300 мэф. Мегаэлектронов вольт. Этот пучок дает 70 гигаэлектронов вольт. Вот это кольцо имеет длину в полтора километра. Его магниты больше меня в несколько раз. То есть это огромнейшая махина, которая сегодня вот в этом месте, вот тут видите, в красненьком, собираются посадить через несколько лет пациента. Но это только для исследований пока. Сейчас там проводятся радиобиологические исследования. Сегодня там проводится исследование поведения объектов в космосе, потому что в космическом излучении вне пояса магнитного Земли там радиация намного выше. То есть у нас там, которые человечки болтаются на орбите, они на самом деле получают не такие большие дозы, как кажется, в связи с тем, что их защищает магнитное поле. Как только мы покинем это поле, мы будем иметь колоссальные дозовые нагрузки, связанные с Солнцем. На самом деле Солнце это самый первый ускоритель вообще, который когда-либо люди увидели. Но частицу он дает мало на квадратный метр, поэтому вот мы, человечество, строит вот такие грандиозные комплексы. Эти комплексы выглядят приблизительно вот так, с птичьего полета. То есть это вот это самое кольцо. Там для того, чтобы в это кольцо вообще попали частицы, существует еще дополнительных два ускорителя. Это находится в городе Протвино. Может кто-то знает карьер, знаменитое место здесь местное. Этот проект вот несколько лет хотят реализовать. Это вот магнит. Если вы понимаете, то человеческий размер вот такой. То есть вот моя голова вот здесь где-то будет находиться. И таких вещей в длину полтора километра. Но сегодня этот проект пытаются реализовать для того, чтобы это все исследовать, смотреть. Ну, преимущество протонной ионной терапии. Да, это высокая точность, потому что это заряженные частицы. Мы можем их фокусировать, ускорять, замедлять, действовать на них магнитным полем. Поэтому они поддаются этому. Вот. Подведение максимальной дозы. Ну, в принципе, возможность фокусировки, минимальные воздействия. И все это связано как раз-таки с этим пресловутым пиком Брэга. И тем, что они заряжены. О. Лечение детей. Ну, на самом деле, этот вопрос весьма открыт. Потому что некоторые последние исследования показали то, что ионы влияют на когнитивные способности. То есть вообще способность вашему думать развиваться. В правильном ключе, да. То есть, почему исследуют? С космосом, как они будут воздействовать? Представляете, у нас прилетят космонавты, а они как раз-таки те самые, да, неандертальцы. Неспособные не думать, не мыслить, не что-то выполнять. Поэтому это исследуется. И сегодня для детей тоже требуется, на самом деле, исследование когнитивных способностей. Сегодня, это некоторая таблица, да, потому количество ускорителей. Димитровград и Санкт-Петербург еще не запустили в России ускорители. И это строят иностранные компании. Вот с той большой статонной конструкцией Гантры. Это некоторый график распределения, да, который с 2000 года, количество пациентов, которые, это мировые данные, то есть на каком вообще этапе находятся. И в России вот на этом этапе появился ускоритель в городе Протвино, на этом этапе появился ускоритель в городе Обнинске, на котором проводится лечение. То есть это понимание того, где мы есть в этой технологии. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова